Братва, всем привет! Пришла пора снова развенчать пару мифов и открыть новые фишки. Завершился очередной поединок Чарльза Оливейры, который получился невероятным. Имел в дивизионе, по которым не проехался Чарли, становится все меньше и да, вы это услышите. Я снимаю шляпу перед его ударкой, уронить, разбить гейджи в стойке в первом раунде, это реально серьезно. Но ударники это ударники, что делать с борцом? Помните, как мы раньше ждали для Хабиба хорошего борца и не дождались? Но благо сейчас в дивизионе есть Ислам Махачев, который уже написал в твиттере, что ждет эту встречу в Абу-Даби. Этот бой хотят все, Дана Уайт решил, что никакого Дариуша, ему интересен титульник. Джор Роган вылавливает в коридоре Уайта и упрашивает именно о этом бое, но о чем еще речь? Главное, чтобы не вышло, как у Тони с Хабибом, а я вам напомню, что в 2020 году уже этот бой планировался и тогда Ислам не смог вылететь из России, по всем понятным на то время причинам. Давайте же постараемся разобраться, насколько я хорошо в этот раз прочитал бой Эливери с Гейджи, фейкует ли нокдауны Чарли или все же нет, сможет ли Махачев переехать бразильца и немного коснемся Эль Кукуя, без вашего лайка братва, но вы знаете никак и поехали. А уже утром, 15 мая, бывший чемпион Ян Блахович видит биться с молодым, мощнейшим проспектом из Австрии Александром Ракичем. Мои партнеры из Парибет видят Блаховича здесь андердогом, кайф на его победу 2.3, когда коэффициент на победу Ракича 1.6, что мне кажется очень справедливо. Ну а пока друзья, залетайте за своими прогнозами к моему партнеру Парибет. Это новый проект компании Бет Ринг, моего очень давнего партнера по каналу. Парибет это новый их бренд, полностью легальный и у них обновлены сайты на новой технологичной платформе. Все здорово, все работает, по ссылке в описании или закрепе можно словить фрибет на 1000 рублей, бесплатная тыщенка, вы знаете. И если оно у вас заходит чистый выигрыш ваш. И у моих партнеров есть не только UFC, Eagle FC, там и бокс, хоккей, футбол, кулачные бои, хардкор, топдок. Ну и куда же сегодня без киберспорта, заоценивайте. Начнем давайте сразу с кардио, опыта и антропометрии. И здесь понятное дело, что Чарли куда опытнее в титульных противостояниях. И че говорить, оппозиция, это Тони, Парье, Чендлер, Гейджи, короче все топы современности. Конечно, Махачев и Дарья уж ему куда более неудобны по стилю, но опыт у него уже реально колоссальный. В кардио, я думаю, эти ребята стоят друг друга. Удивительно то, что Чарли не проходил еще 5 раундовых дистанций, но понимая его темп, его прессинг, насколько он хорошо дышал с Парье, когда Парье уже не дышал, с выносливостью у него более чем круто. Махачев, я тоже уверен, будет дышать хорошо. 4 раунда он бился с Мойзесом, конечно, там такого темпа не было, но тренировки в горах, интенсивность. Думаю, с баллоном у него, правда, полный порядок. И антропометрия, тут различий не сильно много, рост, одинаковый размах ног тоже, и только размах рук у Оливейры на 10 сантиметров больше. Далее поехали, ударная техника, уж очень хочется поговорить про нее. В очередной раз прошел бой Оливейры, и в очередной раз он падает в нокдауны, причем снова часто, два раза за раунд, это часто. В бою с Парье я выдвигал теорию, что Оливейра делает это специально. Но я не говорил, что там потрясений не было вообще. Я говорил, что когда Оливейра пропускает тяжелую банку, он понимает, лучше ему прилечь. Смотрите, скорее всего, твой соперник тебе не полезет на канвас, и ты просто отдохнешь и восстановишься. А если полезет как Челлер, ты его свяжешь и можешь ссабнуть. А вот если ты потрясенный, останешься в стойке, то уже есть вероятность уснуть наглухо. Вот потрясение, ну или вот, ну на крайняк вот, а не вот это. Я хочу, чтобы вы это поняли, каждый спасается как может. Кто-то в клинче, кто-то прыгает его ноги, кто-то дальше рубится на пофиг, а Оливейра у нас ложится на спину, и так делают многие джинсеры. Присмотритесь. Но знаете, что меня удивило? Первым же ударом Чарли на первых секундах потрясает Джастина. Как вам такое? Я сразу офигел. В телеграм-аккаунте я написал, мол, классика, Гейджи опять собирает все удары лицом, а Оливейра падает на канвас. Джастин реально собирал все, что в него летело, намереваясь просто перерубить. И кстати, заметили? Как он не лез, не спешил в партер, когда ронял. Это мы обсуждали на днях в прогнозе. И вот сейчас мы можем понять, насколько Парье был в стойке хорош против Чарли, и как же неважно смотрелся сегодня Джастин. Махачев у нас привык в бою работать осторожно, его руки всегда высоко, бьет часто ногами, вымеряя дистанцию, и очень не любит пропускать. Мне кажется, Ислам даже где-то побаивается, порой рискнуть и разменяться, или у него такой просто план. Ислам тоже может уронить, потрясти, причем как с рук, так и с ног. Он левша, он неудобен, но знаете, После боя Оливейры сегодня я бы, славу, вообще не советовал рубиться. Все эти локти, локти с разворота, очень острые джебы, клинч с коленями, крайне опасные, не, в стойке, но он реально жесткий. Оливейра побил всех самых жестких ударников, последнего съел в стойке, в его же стихии, и называть теперь это локипанчем, как с Челлером, язык у меня не повернется. И по итогу в ударке, я думаю, 70 на 30 в пользу Чарли. А вот что касается борьбы, вот тут уже куда интереснее. Чарли у нас, в отличии от многих джитсеров, умеет переводить, и если захочет сделать тейкдаун, он его сделает. Как свалил Гейджи, которого, кстати, поначалу не смог удержать, и это ему минус. Зато, знаете, мне понравилось его спокойствие и хладнокровие, когда он уронил Гейджи и полез искать прием. Какой он был расслабленный, не тушевался, никуда не спешил. Такой, все уже понимал, сейчас я тебе сделаю прием, дружище, дай выдохну два раза и погнали. Но все это, конечно, не сработает против Ислама. Когда ты зажимаешь ударника около сетки и повисаешь, когда ты стянул на канвас рубаку, это одно. Но когда против тебя такой же борцуха, которого перевести, ты точно не сможешь, да и не будешь, у Чарли здесь будет стойка в приоритете. Зато Ислам здесь точно будет искать переводы, он делает это превосходно. База борьбы, самбо, подсечки, причем куча вариаций, проходы. Но оно еще и понятно, что у Оливеры нет защиты. Он никогда не будет блокировать переводы, ведь это его же стихия и его хлеб. Тут, знаете, вопрос в том, сможет ли Махачев удерживать Оливеру и уничтожать ударами, или Чарли посечет его локтями и задушит уставшего. Мне кажется, Оливера мало что противопоставит на канвасе Махачеву. Ислам очень крепкий, он как плита. Его вака средневеса удерживать не могут и не могут подняться, как тот же Люк Рокхолд, а он же Итсер сильный. Я почему-то здесь вижу одностороннюю борьбу в лучших традициях Хабиба. Только контроль и только удары. Все эти фишки джитсеров команда Хабиба знает просто идеально. Десяток лет тренировок в Америке с джитсерами и боев с бразильцами. Плюс Махачев уже удерживал джитсеров на канвасе и попаснее, тот же Дэви Рамос. Он-то по регалиям в 15 раз круче Оливеры и с этим не поспорить. Поэтому, друзья, партер здесь 80 на 20. И в прогнозе на бой, мне кажется, план Махачева сработает идеально. И скорее всего мы увидим здесь досрочку от Ислама. И не надо говорить, о, опять против Оливеры. В бою-то с Гейджи я выбрал имена Чарльза. Да и вообще, получилось прочитать весь бой. Они бились как будто бы по моему сценарию. Но здесь, понимаете, конечно, Чарли может рубануть. Тем более, вот от такого, как было с Тони, никто не застрахован. Ты можешь разносить в первом раунде, а потом с тобой случается вот такое. Но если Махачев не будет играться в стойке, если он сразу пойдет клинчевать и бороть, то я думаю, это сработает на все 100%. Я бы очень хотел этот поединок. И, кстати, два года назад я тогда больше присматривался к Оливере и топил за него. Многие, конечно же, этого не помнят. Мне казалось, он сможет победить. Но тогда я сильно недооценивал навыки Махачева. Сейчас это для меня самый долгожданный бой. Я надеюсь, он обязательно состоится. Главное, не затягивать. А то один, знаете, завершит карьеру, а другой начнет падать. И, кстати, по поводу Тони. Многие его уже списали, говорят, ну что, дед, урон накопился и уже засыпает наглухо. Но поймите правильно. Первый раунд он забрал, а во втором пропустил то, что даже Чендлер не ожидал. Майкл сказал, что он бил ногой просто так, в потоке действий, в потоке мыслей, накидывал удары и даже не думал, что попадет. Даже не рассчитывал, так, говорит, дистанцию вымерял немножко. Ну и увидел небольшой брешь в обороне, думаю, дай попробую махну ногой. А он-то ногами в голову вообще не бьет. Бам, и тут зашло. Я, конечно, не знаю, что у Тони сейчас на душе. Ему максимально, наверное, дерьмово. Но первый раунд мне дал надежды. Пишите, братва, как считаете, кто здесь победит, Оливера или Махачев? Как победит? Тоже очень важно, очень интересно почитать. Не забывайте поставить лайк за оперативность и подписаться на мой канал, если нравится мой контент. Ну и, конечно, залетайте по ссылке в описании в мой телеграм-аккаунт, если вам хочется пообщаться, обсудить прошедшие бои, почитать интересные факты, фишки, то я вас жду там, в трушной атмосфере, думаю, всем понравится. Ну и все, братва, всем мир, не прощаемся.